Привет дорогие мои, меня зовут Артур, мы смотрим новую игрушку, в данном случае это SPC 087B, то есть очевидная вариация на ту тему страшной лестницы. Мне на нее опять пришло довольно таки много писем, я честно говоря не хотел ее смотреть до воскресенья, потому что в воскресенье у нас есть соответствующая рубрика, но расспросите в принципе какие проблемы, давайте посмотрим сегодня, сегодня у меня выходной, так что почему бы не посмотреть, я конечно буду смотреть днем, это печально на мой взгляд, ну что поделаешь. Так, вот и мы. Ой, чё ты так орешь-то в уши, дураком сделаешь меня. Мы похоже являемся одним из тех подопытных, про которых я читал. Когда я делал видео на первую вариацию данной игры, я совершенно честно говоря не знал о том, что такое SPC вообще, SPC 087 в частности, но после этого мне в комментах написали, прислали видео, как бы ввели в курс дела. И теперь я удивляюсь, почему тут кругом кирпичные стены, что вообще происходит, потому что SPC 087 это лестница. Естественно все это выдумки, но тем не менее. Я честно говоря вообще нихрена не вижу, я не знаю видите ли вы, но что-то так темно, что мы идем по какому-то кирпичному туннелю, который все время сворачивает за угол и поворота, как правило, не видать. Куча неприятных звуков. Так блин, дайте я чуть-чуть наушники убавлю, а то у меня что-то вообще просто я себя не слышу натурально. Так, хорошо. Ну конечно понятно, да, что это очередная игрушка довольно-таки небольшого размера. Опять в интернете я... Тихо, что это такое было? Особо продвинутые идиоты выложат видео, в котором раскроют ее секрет, что мол она там зациклена, состоит из одного этажа. Ну блин, это по-моему с самого начала очевидно, что там... Ладно. Хорошо. То есть на кой хрен кому-то доказывают, что эта игра состоит из одного этажа, который как бы поставлен на луп, то есть ты по нему идешь и идешь и идешь, и в ней практически ничего нет, зачем ковыряться в ее архивах, если это все очевидно так и без этого. То есть, так бы не прослыть кэпом, не занимай. Вашу мать. Короче говоря, кэпы не дремлят. Ну как всегда и везде, в общем. Я помню в детстве... У нас была мода в детстве... Да хватит дышать, пожалуйста. Была мода в детстве забираться на стройку вечером в темноте и тырить оттуда утеплитель для своих великов. То есть, вот этот вот, типа пенопласта, такой материал, мы его засовывали в колеса или просто тупо им дрались. Ну тогда это считалось круто. Так вот, как-то... Какого хрена? Оно со всех сторон. Как-то я заблудился, короче говоря. Вот это было натурально страшно. У меня никогда не было никаких приступов к клаустрофобии, но там натурально начали давить стены. Это было очень страшно, я не мог оттуда выбраться. Как-то я в самый центр этой стройки попал. Большой панельный дом строился, корабль такой. Короче, минут пять я бродил. И опять всякую чушь говорю, лишь бы, блин, не вдумываться в то, что творится тут. Но здесь, надо сказать, разнообразие побольше, чем в первой оригинальной игре. Фу, так. То есть, куча разных звуков. Как-то коридор это все-таки хоть что-то. Это не бесконечная одна и та же лестница. Здесь бесконечный залупленный коридор. Ой, залупленный. Ну, вы поняли, да? Зацикленный коридор. Зацикленная сама на себя замкнутая музыка. И, в принципе, ничего не происходит. Это хорошо. Я не представляю, что было бы, если бы я смотрел эту вещь ночью. Сегодня, сейчас... Сколько времени-то? Три часа дня. Ну, я зашторил, конечно, закрылся. Опять в наушниках сижу. Но днем это все-таки далеко не тот страх. Это меня радует, честно говоря. Потому что от SPC 0.87 я не знаю, вот кто там что, как ее раскрывал. Но, по-моему, главное не как игра работает. Какие эмоции она дает. Что она вообще дарит игроку. SPC 0.87 в этом плане это, по-моему, одна из самых страшных игр, в которые я когда-либо играл. Но, опять же, это вещь для людей с воображением. То есть, тут боишься не того, что там какие-то байки выскакивают, а того, что тебя просто грызет чувство ожидания. Ты такого себе нафантазируешь, пока тут чего-нибудь не вылезет. Там в SPC 0.87, по идее, вообще ничего не вылезало. Какие-то странные тени, да и все. Фу, блин, я дыхание задерживаю. Какого хрена? Когда задерживаешь дыхание, не очень удобно говорить, вообще-то. Ладно, мы идем, идем по стройке. И что? О, блядь! Так. Теперь я понимаю, откуда все эти кирпичи тут. Тут когда-то была стена. Вернее, была лестница. Но потом тут прошли куча людей, типа меня. И теперь тут все в кирпичах. Ой, блин, как это было страшно. Я, я не знаю, натурально подпрыгнул. Не знаю, слышали ли вы. Это я чуть не шваркнулся. Ну, хоть какое-то событие, да, как и в оригинале. Я, честно говоря, не понял, что это вообще было. Но, блин. Я испугался так, что... Что, ну, вообще. Фууу. Спокойно, спокойно. Блин, мы прошли амнезию. Зачем нам бояться какой-то игрушки весом в 2 мегабайта? Ну, как так можно, а? Тихо, это что вообще такое было? Мы некроморфов вырезали кучей Как можно, блин, пугаться? Так, секунду, блин, как не вовремя СМС-ка идет Ладно, хрен с ней СМС-ка идет, блин Тихо Не надо Но здесь, опять же, вот этот вот момент, когда он выпрыгнул Это гораздо более примитивный метод пугания Избрали создателя этой игры Я не знаю, это тот же человек Тот же человек делал Который оригинальной игры нет Но Выпрыгивать Ой, выпрыгивать, говорю Пугать выпрыгивающими бабайками Это, по-моему Куда примитивнее, чем пугать Тупо стоящим чмом В конце, который Неминуемо тебя пришибет Кстати говоря Предыдущее видео Довольно-таки редко Ой, резко Обрывалось Тут дело не в том, что там Комменты такие были Что случилось с автором Со мной все в порядке было Ну как, я, конечно, просто Поорал там Поматерился Но суть в том, что Игра на определенном моменте Вылетает обратно На рабочий стол Так что На этом записи прекращается В общем-то Уф, так, ладно Это уже какой у нас этаж-то Офигеть Кого я попал? Спасибо, мать вашу Посоветовали Теперь я весь день буду Ходить на ватных ногах Мне уже впечатлений От этой игры хватило Ой, как неспокойно Ой-ой-ой, бляха-муха Уйди Ой, я не понимаю Че Я ни хрена не вижу Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Ты кто такой? Почему у тебя маска на лице? Ты ушел? Че это было такое? Ох, бляха-муха Блин, вот такие вещи Как бы они писали бы Хоть предупреждение в начале Что это же натурально От таких игр Можно дураком стать Это действительно Очень сильно может ударить По неокрепшей психике У меня-то, блин С мозгами все в порядке По идее Я всегда понимаю Отличаю грань между игрой И реальностью Поэтому То есть даже тут Бабаев попугавшись Я через минуту Про это забываю И пофигу совершенно Кошмару мне не снятся Но есть же люди У меня вот допустим Есть знакомый Который Натурально может от этого Поехать крышей Поэтому таким вещам Я думаю Как минимум Нужно оставить Какое-нибудь Предупреждение в начале Что Слабонервным Просьба сюда не заходить Такая в общем Мелкая игрушка Видел кстати Какого-то Обзорщика Как их назвать еще Который написал Что Я Назвал эту игру Неправильно Мол Это авторская игра Это не маленькая игрушка Ну Я не знаю Конечно Может она и не маленькая На 32 мегабайта Может для кого-то Это много Ну то что Авторская Все игры Авторские по идее Да Особенно Инди игры Которые делают С несколькими людьми И зачем Такую вот границу Цепляться к словам Это по-моему Блин Позади Иди нахер Я не буду оборачиваться Что-то дурака нашел что ли Я не буду оборачиваться Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Бехайн Ага Какой хер Я вот увязался Пока что могу сказать Что вот эта вот игра Несмотря на то что мне не нравится Вот этот вот кирпичный коридор Мне как-то больше Нравилась лестница Это было оригинально И очень атмосферно Но вот эта вот страшнее вещь Намного Чем та Чисто потому что здесь Больше всего происходит Мне кажется Или стены сужаются Вашу мать Вашу мать Кстати говоря У меня возможно с голосом Что-то не так Это потому что я записываю Через программу Аудиосити Она Маленько Жмет качество голоса В результате Получается как будто У тебя голос Из какой-то помойки идет Там можно конечно настроить Но у меня банально Нет на это времени Разбираться Потому что если через фраф С эту вещь записывать То натурально просто Будет не слышно голосов Вот Такие дела А то меня часто спрашивают Почему вот на таких вещах У меня что-то не то с голосом Голос отличается от обычного За углом Кто-то катает Каталку Ладно Покатай Делит в меня кирпичи Выпадает Система Залпового огня Ладно У меня уже смешок Какой-то нервический Какой там этаж Уже я честно говоря Не вижу В левом верхнем углу Берет 22 Очень мелкая цифра На большом экране Трудно разглядеть Расстояние Я играть Метров с трех Наверное Фу Так Блять Ой Ой Я нихера не вижу Ой 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 Ух Слабак Идем дальше По-моему Ему от нас Что-то нужно Я не знаю Может ему сиги дать Или там Мелочь Какого хрена К нам привязываться Так ладно Я понял Здесь пугают В основном Этим непонятным Членом С Маской на голове В то время Как В оригинальной Спец 087 Пугали Прыгающими тенями Там это было Гораздо более Примитивно Там был Какой-то эффект Неожиданности Здесь по большей части Повторение пройдено Страшно конечно До усрачки Но Все таки Такого чувства Как это сказать Ну оригинальности Что ли Тут нет Там именно Ввиду того Что очень свежо Воспринималось Был какой-то Эффект Присутствия Здесь же Все таки Не так страшно Ну да Пугает Охренеть Конечно Именно в момент Когда выпрыгивает Но все равно Это Вещь попроще Той по-моему Ну и как Повторение Мать учения Второй раз Уже Не так страшно Ну может Еще конечно Сказывается То что я Днем играю А может Я опять Просто много Разговариваю Чтобы не бояться До усрачки Хорошо Ну ничего Мы амнезию прошли Дом кошмаров Прошли Кондемент Прошли Че нам пугаться Какого-то бабайки Куда мы вообще Спускаемся На этот вопрос Я думаю даже Ой блять Че 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 Выпустите меня отсюда Да я не хочу Никуда идти уже Ладно Собрались Собрались Так вот Я думаю даже Сам автор Этого Проекта Этой игрушки Игрушкой Это можно назвать Нет я сомневаюсь Честно говоря Сомневаюсь Что сам автор Знает Куда ведет Этот спуск Ну да ладно Кто там С бренчит Тарелками Что ли Я не пойму Чем Такое ощущение Что автор Думает Блин Ну надо Какую-то Озвучку Сделать 30 этаж Подогнал Свой столик На колесиках С посудой Потряс И мы Вот Или скорее всего Просто из бесплатной библиотеки Где-то выдернул На логике Как и текстуры Скорее всего Ясно же дело Что я не сам рисовал Это все Фотографировал Так ладно Блин Я не люблю В оригинальном Кстати СПЦ 087 Там очень рандомно Был Ну как и здесь Я так понимаю Когда что На тебя выскочит Там у некоторых людей Бабайка выскакивал Чуть ли не на Двухсотом этаже И там кстати говоря Очень многие И там оказывается Прыгать можно Я как-то пробел Мне нажимал А здесь можно кстати Нет Здесь нельзя Хлянь Я не буду Я не буду оборачиваться Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Behind me Нет ничего Behind me Валю Валю Я потерял Ориентацию К пространству Я вперед иду Или назад Фух Так вот Там люди нашли Возможность Что можно прыгать Короче говоря Просто пропрыгивали Мимо бабайки Так спускались Там чуть ли не до Шестисотого этажа По-моему Одна девушка Спустилась Присылала мне Видеоответ Ну то есть Такие дела Уф Давай-давай Спускайся Братюнь Там внизу Выход Там внизу Куча Сладких Пирогов Придешь Пожрешь Не ну то есть Понятно Очевидно Да что Внизу Нас Ничего Хорошего Не ждет И что Торт Это ложь Так Тихо Спокойно Не оборачиваемся Идем Куда глаза Глядят Хотя Куда-то глаза Глядят Тут один Коридор Так Ладно Все у нас Получится Все у нас Получится Вот сейчас Я начинаю Проникаться По-моему Все-таки Вот эти Коридоры Какие-то Непонятные Они В чем-то Даже Гораздо Круче Чем Эта Лестница Не знаю Как сказать Фу Сложно Сказать Короче Говоря Че-то Давно Ничего Не Происходило Сейчас Похоже Мне Кельдык Настанет Ну Маска Выходи Давай Этой Маска Труба Шатал Давай Где-то Там Я просто Хочу Выбраться Отсюда Фу Так Блин Тут как-то Плавно Так Вальяжно Перемещается Мне чуть ли Не укачивает Уже Начинает Хотя У меня Хороший Вестибулярный Аппарат Ну Какой-то Хрена Какой-то Дискомфорт От всего Этого Тихо Тихо Не надо Нам Дышать Блин Мне бы Сейчас Шотган У меня Стандартная Такая Тема Во всех Играх Которых Ничего не Дает Мне бы Сюда Шотган Из Думы Второго Это было бы Дело Блин Ну давай Уже Происходи Что-нибудь Я Не знаю Как можно Долго Так Бродить В темноте В одиночестве У меня Больше Такий момент Угнетает Когда Ничего Не Происходит То есть Как бы Выскочил Бабайка И стандартно Потом Отходишь Некоторое Время Как говорится Раньше Сядешь Раньше Выйдешь А когда Ждешь Ждешь Нагнетает Опять Это Просто По-моему Скотство Какое-то Что-то Спереди Опять Какие-то Звуки Ну Что Будет Что-нибудь Нет Похоже Нет Блин А так Подумать Да Уже Минуты Четыре Как Я В полной Тьме Я Заблудился Это Жить Считайте Да Ну И тут Игра Вышла На Рабочий Стол Я Так Понимаю Не знаю Может Я Выиграл Может Я Добрался Куда Может Что Наоборот Как То Не По Плану Пошло Но Как бы Там Ни Было В данном Случа Мы Выбрались Куда То В темноту Мы В ней Оказались Мы Не Знали Куда Идти Что Дальше Такой У меня Финал Сдается Мне Что Это Не Запланирован Какое Событие Может Это Был Какой Не Запланированный Вылет Так Что Присылайте Свои Видео Ответы В Которых Вы Проходите Данную Игру И Мы Все Вместе Посмотрим Что Же Там Ждет В Конце Если Вдруг Там В конце Действительно Что То Есть Потому Что Сдается Мне Что Есть Но В Принципе Ладно На этом Все С В В Всего Хорошего Пока 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 Пока